Ну, с волнением, первый раз, конечно, да. Ну, думаю, это будет интересно и постараемся ответить на все вопросы, которые нам зададут. Представляете, о чем могут спросить? Ну, наверное, как было сказано, это история государства российского, то есть вопросы, наверное, будут по этой теме. Первый раз участвую, настроение отличное, хотим блеснуть знаниями. Уверены в себе, уверены, да. Да. Участвую первый раз в этом мероприятии, да. Чувства-то никаких особенных. В конце концов, шесть лет отучился в институте, в школе тестов этих написал. Очень много, так что особо чувства нет. В знаниях истории своих уверены? Ну, не совсем, конечно, не все знаю, но что-то помню из курсов по истории. Ну, интересно хотя бы. Да. Сегодня во всех регионах страны проводится международная акция-тест по истории Отечества. Данная акция проводится при поддержке, при инициативе молодежного парламента, при Государственной Думе Российской Федерации. В нашем городе с 2015 года череповчане принимают участие во всех этапах акции. Каждая акция имеет свою направленность и практически в каждом тесте принимают участие более 500 череповчан. Это свидетельствует о том, что мы готовы демонстрировать свои знания, мы готовы изучать историю, мы готовы сохранять историю. Мы сегодня станем участниками теста на тему Конституции Российской Федерации. 12 декабря 2018 года нашей Конституции исполнится 25 лет. Я уверена, что каждый из нас много знает из Конституции, но цель теста, конечно, это проверить наши знания, это самопроверка, это самоуверенность в знании. Ну и, наверное, будут вопросы, которые нас с вами заставят в чем-то себя перепроверить, что-то досконально изучить, что-то перечитать, что-то возобновить в памяти. Тест будет включать в себя 40 заданий. Я уверена, что будут вопросы, которые нам интересно будет узнавать и познавать дальше. Ну и как вопросы? Нормальные. Не сложные? Ну, не все. Есть пары сложных, конечно. Не испугались? Нет. Ну, приходится подумать. Отвечаем. Конечно, я ожидала, что будут вопросы только по Конституции Российской Федерации, но вот я сейчас дошла до шестого вопроса. Вопросы абсолютно разные. Вопросы связаны и с Куликовской битвой, и с взятием Казани в Москве, и с Великой Отечественной войной, со Второй мировой войной. Но они все нас, конечно, настраивают на ответы в плане знания не только исторических данных, а именно знания нормативной базы того времени. Не то чтобы страшно и интересно. Для меня не только это проверка, это дальнейшее глубоко знание нашей истории. Я уверена, что после этого теста у многих муниципальных слушателей появится желание больше работать с нормативно правовыми документами, начиная с Конституции.